Девушки отдыхают 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 Давайте, давая концерты, я хочу поблагодарить вас за актерский темперамент, за изысканную манеру исполнения и неповторимый тембр. Большое всем спасибо. Александр, о чем вы любите петь? Ну, конечно же, в первую очередь о любви. Ну, 99% песен, которые я пою, они о любви. Очень правильно. Хорошая тема. Я думаю, что меня поддержат сегодня все участники и все телезрители. Александр, ну вы ведь сегодня, вы знаете об этом, да, что вы отвечаете не только за хорошее настроение программы, вы сегодня еще и в роли курильщика выступаете, потому как вы сознаетесь, да, курю. Это правда? Да, курю. Как давно? Более 30 лет. Более 30 лет, это много. Насколько сильно это вам мешает в жизни? И вообще мешает ли? Ну, конечно же, мешает. Особенно с возрастом одышка появляется. Ну, а так, даже больше ничего не могу сказать. Вот одышка, да. Одышка, да. Это вы как исполнитель, правильно? Конечно, конечно. Когда по лестнице поднимаетесь, когда, наверное, быстро идете, бежите и так далее. Спасает, наверное, то, что я все-таки исполнитель, и легкие работают постоянно. Ну, и, наверное, не очень много курите. Ну, я надеюсь. Нет, немного. Так, если это вот перевести в количество сигарет, чтобы мы уже знали. Меньше пачки в день. Понятно. Так, сколько попыток бросить курить у вас было? Я до сих пор еще бросаю. То есть, ну, это не каждый месяц, но, наверное, довольно часто. Периодически, да. Как думаете, почему не смогли отказаться от этой привычки? Ну, во-первых, стрессы влияют очень сильно. Вроде бы бросил, там, 2-3 месяца не куришь, а потом какой-нибудь стресс, что-нибудь такое, неприятность, и все, там. Особенно, если еще выпил 50 грамм, все, закурил, все, и опять. Поняла. Александр, спасибо вам за честные ответы. Как минимум, дорогие друзья, достучаться до курильщика, вот в этом и состоит вся загвоздка. Ведь мрачное будущее, которым пугают врачи так далеко, что в него с трудом верится. Курильщик о вреде табака сам может прочесть целую лекцию. Ну, а что, если показать всем, кто курит, обратную сторону настоящего? Сегодня мы это и сделаем. Ну, а помогут мне в этом профессионалы, которых мы пригласили в студию. Знакомьтесь, Татьяна Шолохова, психиатр-нарколог Гомельского областного наркологического диспансера. Татьяна, добрый вечер. И Денис Кебиков, врач-эпидемиолог, исполняющий обязанности заведующего отделением общественного здоровья Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии. Денис, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, как выглядит один день курильщика? Давайте вот расскажем курильщикам о том, что они потребляют за день, если у вас есть такая информация, и сколько они времени на это теряют. Пожалуйста. Ну, все зависит от того, сколько сигарет человек в день курит. Ведь процесс выкуривания сигареты, ну, минимум, наверное, минуты 3-5, так? Сложить, сколько сигарет выкурил, да? Если учитывать количество токсических веществ, которые он потребляет, да, сигареты содержат химических веществ, более тысячи. Токсически, очень токсических, более 40. В них входит и никотин, и формальдегиды, и цианиды, и мышьяк. И, в принципе, перечислять долго. И количество веществ, которые накапливает организм, их много. Поэтому потерянного времени, ну, минимум, наверное, в день, это полчаса, минимум. Ну, а максимум, это, наверное, до 2-3 часов в день выброшенных. Потому что есть обряд курения, некоторые там с кофе, некоторые там с коньячком, еще что-то. Надо же пойти, выйти, поговорить, беседу завести и так далее. Поэтому, в принципе, и здорового образа жизни, можно сказать, выброшено, ну, где-то. Время улетает впустую. И плюс еще сумасшедший процесс накопления наитоксичнейших веществ. Назовем их так. Хорошо. Вы, доктора, и наверняка знаете, как выглядят легкие курильщика. Можете рассказать, что происходит в легких и других органах под воздействием курения многолетнего процесса? Ну, стоит, наверное, отметить, что курение в целом негативно сказывается на весь организм. То есть каждый орган страдает? Каждый орган абсолютно. То есть начиная от легких и заканчивая кожей. Легкие страдают в первую очередь, нарушается кровоснабжение, ну, снижается насыщаемость крови кислородом. И страдают в первую очередь такие органы, которые размножаются больше всего. Это головной мозг, сердце, печень. Страдают сосуды. Поэтому те люди, которые курят... Он всегда отмечает, что именно сосуды, да? Да, да, да. Потому что первичное действие никотина – это сужение сосудов, то есть спазы. Денис, смотрите, ну, наверное, ни один из курильщиков не скажет «да, замечаю». Вот то, что кашляют, это, наверное, то, что на виду, правда? А то, что сосуды сужаются или расширяются, абсолютно никто на это внимание не обратит. Или обратит? Нет, почему? В принципе, когда человек курит достаточно долго, да, ну, вот самый такой яркий, такой запоминающийся момент, да, тех людей, которые с большим стажем курения – это желтые пальцы. Это не только потому, что никотин, да, потому что... Да, дым, смолы, наверное, да. Да, потому что тлеющая сигарета, да, она создает достаточно высокую температуру. То есть чувствительность кожи снижается, когда человек докуривает ближе к фильтру, то у него получаются, ну, постоянные ожоги рук, ну, ожоги кончиков пальцев, да, и он со временем, он просто их не ощущает. Вот эти болевые ощущения. То есть снижается чувствительность, это то, что на виду. Да, да, да. Поэтому замечают, как бы не в том контексте, которым бы хотелось, но отмечают люди. Есть что добавить? Если говорить о сосудах, да, в первую очередь в большей степени страдают мелкие сосуды, поскольку спазмы, частые спазмы после выкуренной сигареты, они разрушают мелкие сосуды, и они забиваются, закупориваются. Соответственно, организму необходимо это восполнять, и образуются новые, более поверхностные. И, в принципе, курильщики отличаются тем, что у них видна сетка более поверхностных сосудов на коже. Это как вот и у людей, которые злоупотребляют алкоголем, правильно? То есть на лице это сразу можно будет отметить. Только разница у алкоголя. Там закупорка идет тромбами сосудов, а у курильщика закупорка сосудов идет жировой тканью, которая, в свою очередь, закрывает пробелы, те дыры, которые образуются в результате разрушения клеток сосудов от спазмов частых. Вот клетки отмирают, образуются, грубо говоря, дыры, и на этом месте, чтобы кровь не вытекала, внутрь органов образуются такие жировые прослойки, которые закупоривают эти дырки. Соответственно, они и закупоривают и сосуды. Ясно. Уважаемые гости, Александр, Татьяна, Денис, по условиям нашей программы, мы подключаем к активному разговору и наших телезрителей. Поэтому, уважаемые телезрители, вопрос сегодняшнего эфира. Кто из великих людей сознавался, что бросал курить он тысячи раз? Звоните нам, пожалуйста, 34-22-43. Тот, кто первым правильно ответит на вопрос, сможет пойти на вечер русского романса в Гомельский дворцово-парковый ансамбль в белую гостиную. Причем не один, а с кем-нибудь. Не упустите такую замечательную возможность. Еще раз повторю вопрос. Кто из великих людей сознавался, что бросал курить он тысячи раз? И сделать это было довольно легко, но тысячи раз. Дорогие друзья, я еще раз напомню, что можно писать в Вайбер, делиться вашей историей о том, как вы бросали курить навсегда. Ну и вопрос нашим гостям. Курильщики, которые решили бросать свою вредную привычку, отмечают, что реальная польза у отказа от курения на первых порах наверняка незаметна. Так ли это? Опять скажу, все зависит от того, сколько человек курил в день и как долго он курил. Если у него небольшой стаж курения и, соответственно, он мало сигарет в день употреблял, то, в принципе, эффект виден будет сразу. Если же он курил длительное время, организму нужно время на восстановление. Сразу эффекта, естественно, видно не будет. Ну, то есть ни день, ни два, ни три? Конечно, нет. Ни день, ни два, ни три. Ой, а как бы хотелось курильщикам сразу ощутить? Если человек курил, например, лет 20, да, то чтобы он почувствовал эффект, наверное, минимум ему понадобится где-то с полгода. О, это, наверное, разочаровали мы курильщиков. Татьяна, есть у нас телефонный звонок, давайте слушать. Добрый вечер. Добрый вечер, мы вас приветствуем. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Валентин Михайлович. Валентин Михайлович, скажите, пожалуйста, вы курите? Нет. Прекрасно. Вы никогда не курили? Курил. Сколько лет? Ой, много курил. Мне сейчас 52. Так. Но уже вот последние 5-6 лет не куру. И до этого 5 лет не курил, только бросал. Так. Была такая акция в медицинской газете. Брось, курите, выиграли. Я выиграл республиканский приз. Брось, курите, выиграли. Так. Гомель его получал. Это очень здорово. Это очень здорово. Скажите, как в положительную сторону изменилась ваша жизнь после того, как вы оставили эту пагубную привычку? Ну, конечно, хорошо стало. Ну, что хорошо, расскажите нам. Я представляю, как довольны ваши родные. Получилось, что звонок наш оборвался, да? Нет, нет, нет звонка, да? Так, к сожалению, нет звонка, не договорили. Но человек, Валентин, успел поделиться своей прекрасной историей. Я бы вот прям все призы ему отдала за то, что он смог оставить эту пагубную привычку, правда? Итак, значит, заядлому курильщику нужно приблизительно полгода для того, чтобы, ну, если он бросит курить, для того, чтобы ощутить вот эти последствия прелести жизни, правда? Действительно заметить. Процесс пойдет, но заметным он станет, ну, наверное, минимум через полгода где-то. Во всяком случае, те, кто бросал курить, делились своими впечатлениями и действительно явными признаками того, что результат пошел, не сразу. Татьяна, пока подумайте, ну, вы наверняка владеете сразу этой информацией, что произойдет через пять лет с курильщиком, с прежним курильщиком. А мы послушаем ответ нашего телезрителя. Добрый вечер. Аллоу. Да, 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 здравствуйте. Как вас зовут? Щегольков Игорь Викторович. Очень приятно, Игорь Викторович. Скажите, вы позвонили на программу, потому что вы, скажем так, человек, который никогда не курил? Это вряд ли. Вряд ли. Курили, пробовали. А сейчас курите? Ну, относительно нет. Ну и прекрасно. Это очень здорово. Скажите, вы хотите ответить на вопрос? Да, да, да. Итак, повторяю вопрос для всех наших телезрителей. Кто из великих людей признавался, что бросал курить он тысячи раз? Кто же это? Ну, вот не знаю, как насчет тысячи раз, но Марк Твен сказал, что курить бросить легко. Я сам лично бросал сто раз. Нет, тысячи раз он сказал. Именно так он и сказал. Спасибо вам большое, Игорь. Игорь. Вот сам, буквально на первых минутах нашей программы вы дали абсолютно правильный ответ. Я еще раз хочу напомнить, что вот этот прекрасный пригласительный в Гомельский дворцово-парковый, в Белую гостиную, вы пойдете, вероятно, со своей супругой. Вечер русского романса для вас. Спасибо вам большое за звонок, но хочу сказать нашим телезрителям, мы не оставим вас без приза, а это будет приглашение на двоих в галерею Ващенко в Гомеле. Если вы расскажете самую животрепещущую историю о том, как вы бросили курить навсегда, поэтому ваши истории о том, как вы бросали и бросили курить навсегда, будут уместны. Звоните, пожалуйста. Мы не прекращаем наш конкурс. Следующий вопрос. На пути избавления от курения у курильщиков наверняка появляются отговорки. Возможно, Александр, и у вас такое было. Они говорят, нет, все-таки не буду я бросать курить, потому что поправлюсь, раз, потолстею, да, потому что стану раздражительным, я берегу своих близких, пусть лучше я буду добрым курящим, чем некурящим и злым. Скажите, пожалуйста, вот эти отговорки, вот эти обоснования, они имеют какую-то базу? Естественно. Никотин – это своего рода наркотик, он вызывает зависимость. Когда человек пытается бросить, у него, соответственно, наподобие синдрома отмены, человек становится раздражительным, это так и есть. Что касается насчет поправиться, да, когда человек бросает курить, ему надо чем-то это заменить. И очень часто они чем-то заедают, чтобы вместо сигареты там конфетку, печенюшку. То есть больше кушают? Да, больше продукта, больше кушают и, соответственно, могут поправиться. Вот, так что это и есть. А давайте спросим у Александра. Вы бросали курить, бросали. Отмечали какие-то изменения? Поправился? В молодости никаких изменений не было. Я тогда еще курил мало. А вот, да, вот уже с возрастом, да, вот я бросал курить лет пять назад, довольно на длительный срок. И за четыре месяца поправился на семь килограмм. Угу. И поэтому решили закурить снова? Ну, и не только поэтому, и поэтому тоже, потому что, как бы, да, конфеты, печенюшки, постоянно карамельки какие-то, орешки, семки. То есть, получается, борешься с одной зависимостью, приобретаешь, ну, скажем, зависимость другую. Потянуть в рот что-нибудь, Денис хочет, да? Ну, тут нужно просто немножко еще понимать, да, что никотин, в принципе, он при попадании в организм, да, он действует и на пищеварительную систему тоже. Он притупляет чувство голода. Поэтому тот человек, который курит, он, в принципе, ну, может к голодным ходить достаточно длительное время. Когда никотин из организма выводится, процесс восстановления... Пацаны выводы эти поесть. Да, это нормальная реакция организма, что он хочет кушать. Хорошо, что тогда мы посоветуем человеку, который отказался от курения, но кушать хочется? Пить воду? Нет, не пить воду. Есть продукты, которые, в принципе, ну, достаточно полезны, да, в процессе бросания курить. Никотин, ну, опять же, мы будем говорить целый вечер про никотин, это системный яд, да? Значит, когда он попадает в организм, в организме курильщика витамин С разрушается очень-очень быстро. Поэтому его нужно восполнять. Поэтому достаточно употреблять продукты с большим количеством витамина С, очень хорошо брокколи. Я поняла. Денис, мы запомнили продукты с витамином С и брокколи. Ну, их достаточно, ну, их больше. Их много. Мы обязательно список этот назовем. Но у нас есть человек, который дозвонился, давайте его послушаем. Добрый вечер. Добрый. Вас зовут? Игорь. Игорь, очень приятно. Скажите, пожалуйста, Игорь, вы курильщик? Я не курил уже полтора года. Прекрасно. А курил лет 30. 30 лет курил, полтора года не курите. Что позволило вам отказаться от пагубной привычки? От пагубной привычки нужно, в первую очередь, я считаю, настроить самого себя, чтобы бросить курить. Хорошо, как вы... Желание, в первую очередь, желание должно быть человека. Так, как вы это сделали? Ну, вот, в силу воли, свой проявил характер, пробовал, тяжело было первых две недели, очень тяжело. Даже сигареты по ночам снились, что я курю. А вот и отмечают многое. Ну, я держался. После трех недель стало легче. Ну, а дальше пошло уже, сами понимают, через полгода, как говорят, еще легче. А сейчас уже, вы знаете, даже рядом люди, когда курят, мне аж, ну, грубо говоря, противно стоять. То есть вам не нравится этот запах? Нет, уже запах даже вот отворачивает меня. Скажите, пожалуйста, Игорь, кто вам помог в этом вопросе? Или только вы сами? Может быть, семья, дети помогали, нет? Мотивировали? Ну, советы были, там, семья хотела, чтобы бросил. Но прежде всего, нужно желание самого себя. Это на первом месте, я считаю. Спасибо вам большое за совет, за вашу историю. Я надеюсь, что наш редактор на телефоне записала Игоря с его интересной историей. Дождитесь финала программы, услышите много интересных советов, ну, и звонков, и поймете, победили вы или нет. Спасибо вам большое. Денис, продолжайте. Итак, витамин С, брокколи, дальше. Да, значит. Ну, наверняка, возможно, это молочные какие-то продукты, нет? Да, да, это молочные продукты, молоко тоже достаточно хорошо влияет на процесс восстановления. Ну, в целом, из таких больших, ну, групп продуктов, наверное, в принципе, пока. Татьяна, добавите что-то? Соки. Соки, натуральные. Натуральные соки. Но ни в коем случае, если вы собираетесь бросать курить вместо сигареты, не использовать кофе, ни в коем случае сигарету не заменять энергетиками и алкоголем. Это ни в коем случае. Ну, и стараться, стараться, ну, не скажу запрет, стараться не пить вместо соков газированной воды. Лучше натуральные соки. Это точно будет способствовать набору веса, да, и наверняка будет, вот вы сказали о кофе, наверняка вот эта ассоциация сигаретой, чашечка кофе, она будет подвигать человека. С одной стороны это ассоциация, с другой стороны кофе это кофеин, кофеин это тоже стимулятор, он будет тоже раздражать те же самые нервные рецепторы и, соответственно, желание закурить будет больше. Есть у нас еще один телефонный звонок. Спасибо, Татьяна, давайте слушать. Добрый вечер. Не получилось, сорвался звонок. Я думаю, что, уважаемые телезрители, вы обязательно дозвонитесь после рекламы. Я хочу напомнить вам, что на телеканале Беларусь4, Добрый вечер, Гомель, говорим мы сегодня о вреде курения и о том, как бросить курить навсегда. Дорогие друзья, вас ждут интересные факты, хорошая информация и очень красивая песня Александра Пономаренко, который сегодня отвечает у нас в программе «За хорошее настроение». Все это будет... В январских снегах Замерзают рассветы На белых дорогах Колдует дургак И видится мне Раскаленное лето И рыжее солнце На желтых стогах Я вспоминаю Тебя вспоминаю Та радость жальная Взошла, как заря Летящей походкой Ты вышла из мая И скрылась из глаз В пелене января В пелене января Летящей походкой Ты вышла из мая И скрылась из глаз В пелене января Шесть месяцев Шесть месяцев были На небыль похожи Пришли неоткуда Ушли в никуда Пускай мы во много С тобою не схожи Но в главном Мы были Едины Всегда Я Вспоминаю Тебя Вспоминаю Та радость жальная Взошла, как заря Летящей походкой Ты вышла из мая И скрылась из глаз В пелене января Летящей походкой Ты вышла из мая И скрылась из глаз В пелене января А может быть ты Перелетная птица И холод зимы Убивает тебя И хочется верить Весной Возвратиться Все то, чем Так гордый Так счастлив Был я Я Вспоминаю Тебя Вспоминаю Та радость жальная Взошла, как заря Летящей походкой Ты вышла из мая И скрылась из глаз В пелене января Летящей походкой Ты вышла из мая И скрылась из глаз В пелене января В пелене января В пелене января Гомель за хорошее настроение Александр Пономаренко Дорогие друзья Сотни средств придумало человечество Для борьбы с курением От антиникативных пластырей До программируемых портсигаров А в Японии Можно купить зажигалки Которые при каждом Прикуривании Исполняют Несколько Тактов Траурного марша И все Ради единственной цели Человечество Должно Исключить Курение Из своей жизни Чему посвящен Всемирный день Без табака 2018 И какие мероприятия В его рамках Проходят Именно в нашей области Спросим Об этом У наших гостей Татьяны Шолоховой Психиатра-нарколога Гомельского областного Наркологического диспансера Дениса Кебикова Врача-эпидемиолога Исполняющего Обязанности Заведующего Отделением Общественного здоровья Гомельского городского Центра гигиены И эпидемиологии Итак Уважаемые гости Какие мероприятия Проводятся В Гомельской области В рамках акции По борьбе с курением В первую очередь Наверное Это информирование Нашего населения Поскольку Я являюсь Доктором Детско-подросткового Отделения То мы посещаем Учреждения Образования И беседуем С детьми В первую очередь Донося до них Информацию О последствиях Курения Это Что касается нас Что Если говорить О долговременном У нас Был проект В течение учебного года Он касается Не конкретно Курения А конкретно Профилактики Всех Вредных Привычек Но в рамках этого проекта Были и Занятия По профилактике Употребления Табачных Изделий Конкретно В моей школе В которой мы занимались Один ребенок заявил Я бросил курить В вашей школе Это Где я проводила Вот эту вот акцию Здоровая молодежь С одним конкретным классом Проводились занятия Периодически На разные темы И в итоге Один ребенок сказал Я бросил курить Вот честно говоря Как-то грустно Сразу стало От фразы Один ребенок Сказал Что я бросил курить Но Хочется сказать Класс 23 человека Там Пять курильщиков Один Бросил курить То есть в их возрасте Уже они считают Себя курильщиками Да Или они таковыми Себя не считают Татьяна Ну Каждый из них сказал Я балуюсь Ну Значит признали Признали Употреблять Употребляют Но я в любой момент Конечно могу Бросить курить Но Тем не менее Бросил Один ребенок Это уже хороший результат Это хороший результат Денис Присоединяйтесь Какие акции проводят Я знаю что раньше На конфеты Обменивали сигареты Сегодня это работает Все верно Да Есть проводимые такие акции Мы их проводим где-то за неделю До Всемирного дня И немножко позже захватываем Потому что Хотим посетить как можно больше Предприятий Организаций Значит И как можно Большему количеству людей Подарить такую вот Маленькую сладкую радость Ну Акция Конфету вместо сигарет Да Да Что нужно Что нужно Сказать что я хочу бросить курить Или отдать пачку сигарет Нет Не надо отдавать пачку сигарет Человек приходит Ну это такой небольшой Психологический толчок для него То есть он берет свою сигарету Он ее ломает Бросает В емкость Да Мы ему выдаем Вот такой сладкий приз То есть человек Пусть он лучше Скушает такую конфету Да Чем он Выкурит сигарету И отравит еще больше Свой организм Еще мы Проводим Ну это Часть нашей работы Мы Социальная реклама То есть мы Денис о социальной рекламе Чуть позже Просто уже давно Нас ждет телезритель Не забудьте Что вы хотели сказать Добрый вечер Здравствуйте Елена и гости студии Здравствуйте Вас зовут Герасим Очень приятно Герасим Вы хотели бы вопрос задать? Да я хотел бы Александру Задать вопрос Александр Пономаренко Так Да да Пономаренко Мне понравились его песни Ну так еще бы Спасибо вам Сашу за песни Я хочу задать вопрос Но сначала хочу Один куплетик для гамильчан Гамильчанин Есть оно на свете Счастье без сигарет Оно в цветах Животных Музыке и детях Так брось курить И проживешь Там много лет Герасим Герасим одну секунду Послушайте меня пожалуйста Мы получили в вайбере Ваше сообщение Стихотворное Спасибо Я его обязательно зачитаю Спасибо Мы видим срочку Пожалуйста Вопрос Александру Саша Скажите пожалуйста Есть ли у вас Такая песня Которую вы слушаете Каждый день всегда Каждый день всегда Любимая песня Которую вам нравится Которую вы слушаете ежедневно Спасибо большое Герасим Она у меня на звонке в телефоне стоит Какая Какая же это песня Это композитор Роберт Майлз Чилдрен Прекрасно Спасибо Я кстати хочу Это не песня Скорее музыка Красивая музыка Она мне очень нравится К сожалению он уже умер В прошлом году Гениальный композитор Автор Да Спасибо вам за ответ Я думаю что Герасим доволен Услышав этот ответ И хочу отметить Что Герасим Который прислал Сообщение Стихотворное Он признался Что три года назад Он бросил курить Я думаю что Это заслуживает Аплодисментов От нас Да 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 Денис Продолжайте Итак можно разломать Сигарету Взять конфету А можно А можно Поучаствовать Мы еще проводим Также викторину Ответить просто на вопрос И получить Ту же самую конфету Но не ломая сигарету Также мы используем Социальную рекламу Ну это наверное Получить конфету Не ломая сигарету Может тот кто не курит Правильно? Потому что эта акция Она носит Ну информационно-образовательный характер То есть мы работаем Ну стараемся Всем людям Донести Что здоровый образ жизни Это хорошо Что профилактика Ну есть такие Подсчеты Да что каждый Рубль Вложенный в профилактику Да не дает нам потратить Потом 100 рублей На лечение Ну как бы это такая Утрированная Утрированная цифра Да но она Встречается В литературе Значит На условиях Социальной рекламы Значит Есть у нас Поддержка Городских властей Спасибо им за это большое Значит Они нам выделили Скажем так Определили Время в эфире То есть наша информация Профилактической направленности В том числе табачной Она транслируется На телеканалах Я понимаю Ну вот насколько она эффективна Вот здесь вопрос Как вы считаете Вот какой самый лучший способ Ну пропаганды Не курения Это пример родительский Вот как вы считаете Александр Не думая Вообще все способы хороши Конечно Все нужно попробовать Ради того Чтобы бросить курить Нужно все попробовать Я считаю что нельзя Ничего утрировать А все Преподносить Как бы В дозированной форме В какой-то Не надо там Заставлять людей Бросать курить И заниматься спортом Без памяти Или еще что-нибудь Типа такого Надо все в меру Чтобы было Угу Послушаем Любые 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 способы пропаганды Я так понимаю что нужно Чтобы человек сам решил Мне В первую очередь Не нужно Никакой экстрасенс Или там Никакие вот эти вот Пластыри Это не поможет Если ты сам не захочешь Угу Татьяна ваше мнение Вот какое самое лучшее Средство Способ Чтобы бросить курить Чтобы бросить курить Естественно Должно быть Желание Это самое главное Желание Как бы родные Не хотели Если человек сам Не захочет Все вспомогательные Методы Работать не будут Но Родительский пример Естественно Играет Огромнейшую роль Если ребенок Видит Что родитель Устроил ритуал Из этого курения Преподносит его Очень красиво Как бы мы не говорили Что это плохо Но он не поверит в это Другое дело Примеры жизни Рассказываю Да Есть у меня подруга Которая Курит и имеет Довольно большой стаж Курения Хотела набросить курить Потому что Разные заболевания У нее пошли Но не получается То ли силы воли Не хватает То ли что От детей она всегда Пряталась Всегда пряталась И однажды Дети ее Подловили Мама Как так Ну она говорит Видишь Дорогая Доча Да Я хочу бросить Я хочу бросить У меня не получается Ты видишь Как я сильно болею Это плохо Но бросить я не могу Лучше не начинать Лучше бы я не начинала Вот у меня были Такие нехорошие друзья Которые Меня вовлекли Это курение И сейчас я не могу Бросить Вот Но мне плохо Я часто болею И при этом Дети видели Что мама всегда Прячется Куда-то уходит Но у нее какой-то запах А когда поймали Мама преподнесла Правильно И на сегодняшний день Детям Дочери 22 года Мальчишке 19 лет Они не курят Ну и скорее всего Уже не закурят Судя по их высказываниям Не закурят Ну и прекрасно Хорошо Спасибо Татьяна за пример Такой дорогие друзья Вот мы говорили С докторами О том Как изменяются Внутренние органы Легкие Человека Который курит Но ведь человек И внешне Меняется И я прямо сейчас Хочу Девочки Уже в деле Но все же я их Представлю Визажист Ольга Щеголькова Оля покажись И модель Скаутингового Агентства города Гомеля Дарья Стрельцова Добрый вечер Добрый вечер Дорогие друзья Хочу отметить Что обратилась Я к Ольге С такой просьбой Вот она Человек Который делает Создает Красоту А сегодня По нашему заданию Она должна Создать Антикрасоту То есть с помощью Косметических средств Она Попытается Изобразить Как будет Выглядеть Цветущая Девушка Модель Дарья Стрельцова Если вдруг Не дай бог Она закурит Даша кстати вы не курите Нет я не курю Нет Прекрасно Девушки работайте Оль сколько времени Понадобится На создание Антиобраза Минут пять Минут пять Да Ну хорошо Не торопитесь в принципе Время у вас есть Девушки начали Но я по ходу Еще задам все таки Оле несколько вопросов Оль Вот можно На глаз Определить Кто из ваших клиентов Которые приходят К вам так На макияж Курят Ну я не могу сказать Что прям точно Можно определить Потому что Проблемы Которые возникают При курении И внешние показатели Которые возникают При курении Ну такие же Проявления Бывают При различных заболеваниях Других Так Но все же что это Но чаще всего Когда человек курит Его выдает Чаще всего Сухая кожа Желтизна Белков глаз Желтые зубы Синяки под глазами Очень часто бывают Ну руки вот Как уже говорили Желтоватые И наверное ломкие волосы Волосы Да сухие Ну вот в основном Если вот прям сухая очень кожа Я очень часто Точнее курите ли вы И ну как правило Оказывается что да Вот я по ходу Хотела бы спросить Смотрите Татьяна А если бы девушка Отказалась от курения Да Как быстро ее кожа Вернулась бы в норму Это тоже зависит от того Как давно она курит И как много курит С одной стороны Это зависит от того Как долго и много Она курит И зависит еще от того Как она ухаживает за этой кожей Угу Если она использует там Специальные крема Специальные питательные гели Масочки и так далее Соответственно кожа Быстрее восстановится А все Поняла А то я уж испугалась Думаю ну вот теперь Курильщицам Есть хорошая Отмазка да Вот курю Масочки делаю Все у меня в порядке Денис Что хотели сказать У вас там я знаю Да Прям памятка да Да у нас есть Вот такая вот памятка Мы ее разработали Ну специально для Профилактической работы с населением Да мы их вручаем Берем с собой на акции У нас на работе Постоянно такие лежат Она есть в электронном варианте На нашем сайте Городского центра генопедемиологии Во вкладочке Материалы для скачивания Так что же в ней Вы же скажите нам Самую ценную информацию А в ней Когда вы бросите курить Через 20 минут После последней сигареты Артериальное давление Нормализуется Восстановится работа Сердца Через 8 часов Нормализуется Содержание кислорода В крови Через 2 суток Усилится способность Ощущать вкус и запах Через неделю Улучшится цвет лица Исчезнет Неприятный запах От кожи Волос И при выдохе Через месяц Станет легче дышать Покинет головная боль Перестанет Беспокоить кашель Через полгода Улучшатся Спортивные показатели Начнете быстрее бегать Плавать Нежелание Физических нагрузок Через год Риск развития Коронарной болезни Сердца Снизится наполовину По сравнению С курильщиками Прекрасные данные Стоит прислушаться Всем курильщикам Оля Я могу Даше Один вопрос задать Оля Могу Даше Один вопрос задать Даш Какие запреты У моделей Кроме Сладкого Сигареты Под запретом Или нет Ну я считаю Я считаю Дорогие друзья Пожалуйста, звоните 34-22-43 Номер Нашего Телефона Рассказывайте Ваши истории О том, как вы Бросили курить Навсегда Кто вам в этом Помог И какая мотивация У вас была У вас была Мечта Мечтаем мы Мечтаем мы часто О призрачном счастье Хоть рядом Обычно Оно Мы не замечаем Что столько Причала Нам Богом И жизнью дано Нас манят дороги Терзают тревоги Как в старом Забытом кино По жизни Путая Мы вдруг Понимаем Что солнце И небо Одно Я верю в свой мир Тепла И сказки Я верю В друзей И доброту Я верю Что музыки Не прекрасней Она Крыляет Мою мечту Я верю В любовь До конца До точки И это Мой главный Оберег Я верю И знаю Это точно Я просто Счастливый Человек Бывает Порою Что солнце Закроет Нелепая Темная Мгла Но стоит Поверить Откроются Двери А с ними И сила Добра Я верю В свой мир Тепла И сказки Я верю В друзей И доброту Я верю Что музыки Не прекрасней Она Крыляет Мою мечту Я верю В любовь До конца До точки И это Мой главный Оберег Я верю Я верю И знаю Это точно Я просто Счастливый Человек Звезду с небес Благодарю За то Что мне Дала понять Простую Истину Свою Я не устану Я верю Я верю В свой мир Цепла И сказки Я верю В свой мир В друзей И доброту Я верю Что музыки Не прекрасней Она Крыляет Мою мечту Я верю Я верю В любовь До конца До точки И это Мой главный Оберег Я верю И знаю Это точно Я просто Счастливый Человек Я верю И знаю Это точно Я просто Счастливый Человек Мы благодарим Александра Пономаренко За прекрасную песню Александр Сегодня вы ответственны За хорошее настроение Этой студии И кстати Всей Гомельской области Несколько вопросов Вам Какие песни Составляют основу Вашего репертуара Теперь мы знаем О любви Абсолютно верно Абсолютно верно Где вы учились Вокальному мастерству Как вам сказать Ну так скажите На сегодняшний день Я еще пока самоучка Я еще учусь Это здорово Ну Вы знаете что На самом деле Мой первый настоящий Педагог по вокалу Настоящий Это моя супруга Прекрасно Аплодисменты Елене Я думаю Да Я не ошиблась Все правильно Какие поездки Выступления Конкурсы Включает Ваша творческая биография Самые яркие Конкурсов уже пожалуй Никаких Потому что возраст Все конкурсы Они до 30 лет То есть это интересно Молодым людям А вам Это уже не нужно Или вы Все-таки Не хотите заявлять Себя Или не берут Ну скорее Больше не хочу Это правильно Хотя предлагают Есть конкурсы на которые Я бы смог поехать Но я не хочу Александр Мы будем рады Вас видеть На любых площадках Беларуси Поверьте вас Зритель очень любит Когда мы сможем В ближайшее время Увидеть ваше выступление Ближайшее Так прямо Ну я знаю что по осени Вы всегда делаете Но осень еще когда Ну у нас с августа Начинается очень много Выступлений Очень много Не только в Гомеле Вообще в области Ну и естественно Наше открытие сезона Это понятно И будет И в Сожский карагод Я думаю мы опять там Выступим Нас пригласит Петр Иванович Свердлов То есть лето не обойдется Без песен Александра Пономаренко Нет конечно И еще один вопрос Актеры мечтают О несыгранных ролях А певцы наверное О не спятых песнях Какую песню хотите исполнить? Следующую? Да Ну вот у меня в планах Как бы уговорить Нашего дирижера И сделать что-нибудь Из репертуара Брайан Адамса Очень здорово Очень мне нравится Так вы Станислава Шныра Имеете ввиду? Да Станислав Шныр Если вы нас слышите Пожалуйста Песню из... К сожалению он вас не слышит Ну мы передадим Кстати Можно будет посмотреть Просто запись этой программы Вот и весь вопрос Александр Ну признайтесь Хотели бы вы все-таки Бросить навсегда курить? Конечно Чтобы это было не с вами Конечно Потому что наши зрители посмотрят и скажут Александр курит Прекрасно поет Все его устраивает Знаете Я вам хочу вот признаться Когда я бросал курить в армии Я не скажу что очень сильно влияет на связки Но немножко добавляет диапазон Полтона спокойно добавляет диапазон вверху голос Спокойно если ты не куришь Я не курил в армии 10 месяцев Александр Знайте Что мы с вами Мы Ваша моральная поддержка И если вы захочете Вам захочется Бросить курить Вы решите И скажите себе Все Вот например С завтрашнего дня Не надо ждать понедельника С завтрашнего дня 31 мая Кстати знаковая дата Не курю Мы вас поддержим Я встретил вчера знакомого Повариваю на такую передачу Иду он Говорит Ты знаешь как я бросил курить? Он пять лет уже не курит А курили мы с ним Когда мы в ГЦК работали Мы с ним курили Говорит Я просто перестал покупать Все Пять лет не курить Да можно направить эти средства На что-то другое Спасибо вам за честные ответы Я иду к вам девушки Итак Вы знаете Я должна признать Что Даша сильно изменилась Александр Подтвердите Красоту ничем не испортишь Но все же Но все же Да И так у нас получилось Скажем Курящая незнакомка Да Образ курящей незнакомки Ну я могу сказать Тут конечно Немножко утрировано Ну понятно Чтобы было наглядно понятно Что происходит Оль Прокомментируйте Мы то видим Но вот как это получилось Непонятно Что Итак Побледнели губы Губы побледнели Вследствие того Что ухудшается кровообращение Проблемы с сосудами Капиллярами И ну соответственно Насыщенный цвет губ Он просто пропадает Поэтому губы У курильщика Становятся более бледные Чем Ну по сравнению с людьми Которые не курят Появляются синяки Под глазами Ну это как правило Либо следствие Работы Почек Ухудшенной Ну и остальных органов Которые Могут влиять на цвет Под глазами Ухудшается цвет кожи Кожа становится более бледная Зеленоватым оттенком И мне кажется Даже морщинки Которых у Даши Которых у Даши вообще не было Они вдруг появились Проявились Да, потому что кожа Которая склонна к сухости Она намного быстрее стареет Чем кожа Которая эластичная Наполненная Влагой Ну а так как у курильщиков Кожа более сухая Соответственно И стареет она намного быстрее Ну я думаю Что все телезрители Смогли увидеть Какие изменения Ожидают Прекрасную девушку Если вдруг Она решит Закурить Правда? Не нужно этого делать Даш, я понимаю Как ты хочешь вернуться В свой прежний образ Поэтому предоставляем вам Такую возможность Если вы хотите Оставайтесь, пожалуйста, с нами Спасибо, девушки Спасибо Ну и остается у нас Еще очень Несколько важных моментов Дорогие специалисты Я хотела бы Обратить ваше внимание На проблему Курения подростков Скажите, пожалуйста В чем состоит Коварство никотина По отношению к детям По сути К подросткам Дело в том Что у детей Еще полностью Не сформирована Психика Полноценно Да И Нейромедиаторы Более чувствительны К токсическим веществам И соответственно Процесс зависимости У подростка Идет намного быстрее Развивается Более стремительно И вот это чувство Модно Я Как все И так далее Оно Способствует тому Что подросток Очень быстро попадает В ловушку никотина То есть Это однозначно Если попробовал Есть пример друзей То Скорее всего Что из лап Этих цепких Табачных Уже сложно Будет выбраться Правильно? Скорее всего Да Но тут еще зависит От мотивации Самого подростка Если он поведется На модно Потому что Первая проба Всегда невкусная Если он Это невкусное Переборет И пойдет на второй И третий раз То это уже Зависимость Так Значит Наша цель Цель Родителей Говорить Это не модно Не вкусно Не нужно Вредно Абсолютно точно Абсолютно точно Денис скажите С какого возраста Детям Говорить Вот это Ну Вообще В целом Начинать работу С детьми Нужно Я считаю Чем раньше То есть Духлетнему ребенку Стоит это уже говорить? Ну Вы знаете Есть такой момент Ребенок из сада Приходит И он знает Что огонь Это плохо И как звонить в МЧС Он тоже знает А что курение Это плохо Мы начинаем с детьми Ну как правило Ну с четвертого С пятого класса То есть когда Они уже Частично Они сформированы Когда у них уже Есть определенная Группа детей С которыми они общаются И если ребенок Воспитан Не как сильная личность То Ну если В его компании Будут курить Отказаться ему будет Очень сложно Потому что Дети Они будут Друг на друга Ну Говорить что Вот он такой Вот он не такой как мы Он такой вот Не может Да Это поведение Он знаком Да Поэтому если ребенок Если ну правильно Ребенку объясни да Что ты сильная личность И ты можешь сказать Нет Имеешь право на это Да Ты должен сказать Нет И как правило Чтобы он не обращал Потом внимание Что будут там на него Пальцем показывать Либо что-то ему Говорить вслед Поэтому мое мнение Ну со мной согласятся Много медицинских работников Что чем раньше мы начинаем Работать На формирование Характера Да Личности Да И устойчивого И родителей кстати в том числе Да Устойчивой приверженности К здоровому образу жизни То чем раньше Тем лучше Знаете будет неправильно Если я наверное Не спрошу А можно ли обращаться В городской центр гигиенопедемиологии Или например В наркологический диспансер Какому специалисту Если Родителям понятно Что да Ребенок курит Где-то там за гаражами С друзьями Вот Можно приходить К специалистам Куда Когда Можно конечно Приходить Можно и в наше Детское отделение Подростковое Находится на Богданово 13 Мы работаем С 8 до 18 В будние дни С 8 до 14 В субботу В принципе Обращаться можно Есть у нас Отделение Дневного стационара У нас даже Оказываются Услуги Иглорефлексотерапии Для тех Курить Есть и такая Услуга Курить День Это приглашение Оно будет Ждать вас Спасибо большое Дорогие друзья Буквально Минутка И ваше пожелание Всем тем Кто Желает Бросить курить Или задумывается А может мне Закурить Кто Денис Татьяна Ну кто хочет Бросить курить Добавьте себе Мотивации Посчитайте Сколько денег У вас уходит На сигареты В месяц Не в день В месяц И Придумайте На что это можно Еще потратить Лучше Съездить на отдых Да А если в год Взять уроки вокала И петь Начать петь Так как Александр Пономаренко Замечательно Будет вариант Желаете Бросить курить Проявите твердость характера Бросайте курить Не слушайте Никаких отговорок Не отвлекайтесь На завтра Как только вы Отложите это На завтра Это останется Навсегда Спасибо вам большое Я благодарю Всех гостей Которые принимали Сегодня участие В нашей программе И даже не сомневаюсь Что вы Смогли Убедить Телезрителей В том что Сигарета Это плохо И что бросать Курить Нужно обязательно Дорогие друзья Лучший способ Бросить курить Это Не начинать Курить сигареты Потому что Как оказывается Отказаться От этой привычки Тяжелее Чем каждый день Делать Зарядку Дорогие друзья Это была программа Добрый вечер Гобель И я ведущая Лена Троценко Хорошей Продуктивной Счастливой жизни вам Без сигареты До встречи 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 До встречи